Это видно, мою презентацию видно на экране? Видно, да? Видно, видно, хорошо. Это замечательно. Вот, тогда я действительно, вот, как и Анна Владимировна, мое сообщение сегодняшнее тоже имеет полемический характер. И вот тут так удачно совпало, что в этом году тема чтения связана с коммуникативной функцией культуры. Вот, и я вот хотела бы рассмотреть коммуникацию применительно к традиции, которая сейчас привлекает внимание все большего числа исследователей, а именно применительно к традиции скальдической поэзии. Мой доклад можно было бы назвать «О коммуникативной функции поэзии скальдов» с большим знаком вопроса. Но можно было бы ее сформулировать и более широко, а именно о функции скальдических жанров и тогда смириться с некоторой обзорностью изложения. Говоря о жанрах поэзии скальдов, я всегда буду задавать себе вопрос о коммуникативной функции. И в конце доклада, я надеюсь, станет, ну, как-то вот понятно, и для меня, для самой тоже как-то вот более ясно, все-таки присутствуют ли коммуникативные функции в поэзии скальдов. И если все-таки присутствуют, то на каких основаниях? То есть доминирует ли в поэзии скальдов вообще коммуникация или доминируют какие-то иные функции? Вот, да, переключаются, даже слишком далеко. Вот, я составила такую общую таблицу. В первой графе написала жанры основные скальдические, во второй примеры или какие-то вот описания функциональные, и последняя вот графа – это функция. И вот, я надеюсь, более подробно я смогу рассмотреть, может быть, несколько жанров, но хотя бы одно или два слова скажу об остальных, о тех, которые не смогу подробно рассмотреть, именно с точки зрения вот их функциональной наполненности. Ну, как всем известно, главный жанр скальдической поэзии – это панагерическая песнь, функции которых состоят в прославлении ратных подвигов и военных походов здравствующих правителей. С такими песнями скальды находили почеты пристанища при каждом скандинавском дворе. Эта поэтическая форма могла возникнуть с наступлением эпохи викингов. К косвенным свидетельствам, которые говорят в пользу такого предположения, нужно отнести наименование главного скальдического размера – «дроткват», то есть «тружинный размер». Сочиненные второй половине IX века в Норвегии хвалебные песни представляют собой наиболее ранние образцы скальдического стиха и в то же время древнейшие во всей германской традиции произведения панагерического жанра. Вот вы видите перед собой пример из очень известной драпы Эйнера Хельгасона по прозвищу «Звон весов» – песни, простите. Он был скальдом Ярла Могучева, Хакана Могучева, который правил Норвегию с 974 по 994 год. Сам происходил из знатного исландского рода. И вот в саге об Эгеле рассказывается, что в юности Эйнар беседовал на альтинге с Эгелем, с Калла Гримсоном, одним из самых известных исландских скальдов, и перенимал у него искусство скальда. Согласно этой же саге, Ярл Хакан сначала не хотел выслушать драпу, которую Эйнар сочинил о нем, и согласился только тогда, когда Эйнар пригрозил, что перейдет к другому Ярлу, к врагу Хакана. В награду за драпу Ярл дал Эйнару щит с изображениями из древних сказаний, а Эйнар потом подарил этот щит Эгелю, и тот должен был сочинить щитовую драпу. Об этом я очень подробно буду говорить через несколько минут. В саге о Йомс-Викингах рассказывается несколько иная история, а именно о том, что когда Эйнар пригрозил, что перейдет к другому Ярлу, то Хакан подарил ему драгоценные весы с золотыми и серебряными гирьками, которые могли издавать вещи и звон. И отсюда вот и прозвище Эйнара. Сохранил в 37 вес драпы Эйнара Ярли Хакана, который называется «Недостаток золота». Название, по-видимому, намекает на то, что Эйнар был в бедственном положении, когда сочинял эту драпу. Вот если посмотреть на тот пример, который сейчас на экране, то нельзя не заметить вот некоторые коммуникативные недостаточности, во всяком случае, этой строфы, да и других строф тоже. Посмотрим, сколько места занимают здесь Кеннинги, которые, безусловно, способствуют этой коммуникативной недостаточности. Значит, «Разящий Нью-Йорк спасающихся бегством», то есть муж. Говорится только одно. Муж совершил жертвоприношение, то есть, ну, понятно, убил, значит, вот многих. Наравними. Дальше «Древу одежды Хедина», опять-таки мужу, выпал благоприятный дел для саги Брани, то есть для битвы. Значит, три Кеннинга распространенных. Что касается глаголов, глаголы все-таки отвечают за коммуникативность. Совершил жертвоприношение, выпал бы благоприятный день. Можно ли сказать, что это глаголы семантически наполненные? Мне кажется, что нет. Далее, второй Хельминг. «Держатель битвы», еще один Кеннинг, то есть муж, увидел могучих стервятников-трупов, то есть воронов. Он увидел, вот, не более того. Тот тюр земли меча, то есть опять муж, хотел уничтожить жизнь и гаутов. Значит, мы не можем не заметить, что четыре Кеннинга здесь обозначают мужа. В основном, вот, коммуникативное пространство, если бы так можно было сказать, этой висы заполнено Кеннингами мужа. Еще два Кеннинга дополнительных, битвы и вороны, дополняют это пространство. Дополняют, как бы, заполнение, если так можно сказать. Глаголы, ну, почти настолько малоинформативны, что почти, ну, как бы, вспомогательны, если так можно сказать. То есть, вот, явно совершенно коммуникация не может здесь считаться основной целью. Как я уже сказала, безусловно, цель, вот, прославление, действительно, вот, воспевание и, вот, все-таки не коммуникация. Хвалебные песни, которые сложны в скотических размерах, прежде всего, в дротку, в эти вот дружинном размере, которые использованы здесь, в соответствии с своей структурой подразделяются на драпы и флоки. Противоложность флоку, то есть циклу вис, который связан одной темой, флок – это группа, группа людей, отряд. Хвалебные песни, то есть драпа, включала особый формальный элемент – канонизованный рефреент, стеф, который содержит прославление адресата песни. Судя по сообщениям саг, стеф был непременным признаком драпы, которая ценилась гораздо выше цикла вис, даже если последний представлял собой хвалебную песнь. А потому сочинение флока вместо ожидаемой драпа могло обернуться для Скальда серьезными неприятностями. Известный эпизод из Груга Земного, из саги «Оболове святом» описывает обстоятельства, при которых Тор, аренц-словослов, сложил свой выкоп головы, драпу в честь датского конунга Кнута. Снори рассказывает, что Тор, арен, жил тогда у Кнута Могучего, сочинал о нем флок. Узнав, что Тор, арен, сочинал о нем флок, Кнут разгневался и видел, чтобы на следующий день, когда он будет сидеть за столом, Тор, арен, исполнил его драпу. А если Тор, арен этого не сделает, то его повесят за то, что он посмел сочинить о Кнуте и Конуге, только флок. Тогда Тор, арен, сочинил стеф, припев, который вот звучал так, «Кнут земных хранителей царств, Христос небесных», и вставил его в этот флок, а потом прибавил еще несколько виз. Кнут Конуг наградил его за драпу пятью десятью марками серебра, и эту драпу называют «выкоп головы». Выкопы головы, следующий жанр скальдической поэзии, к которому я перехожу, дают примеры воздействия скальдических стихов на тех, кому они направлены. В сагах нередко говорится о том, как скальд спасает свою жизнь и получает прощение Конунга в обмен на хвалебную песню, созданную в его честь. Автору самых известных, древнейших и сохранившихся скальдических стихов норвежскому скальду Браге Боддасону была дарована жизнь за сочинение за одну ночь хвалебной песни в 20 виз, прославляющей шведского Конунга Бьорна. Я уже говорила о некоторых других скальдах, в частности, о Боттере Черном, который сложил драпу в честь Конунгу голову святого, и тем спас свою жизнь. Ну, а самая знаменитая история всегда связана с Эгелем, с Эгелем Скалла Гримсоном. И вот вы здесь видите первую страфу из его знаменитой действительно поэмы «Выкуп головы», которая цитируется в саге об Эгеле. Я помню замечательный доклад Елены Александровны, который совсем недавно делала на чтениях о выкупе головы. И позволю себе добавить совсем немного к тому, о чем говорила Елена Александровна. Вот некоторые такие наблюдения связаны, опять-таки, с функцией. Ну, мы помним, я даже как неловко об этом снова говорить, что действительно во время путешествия Эгеля застигла бурю берегов Нортумбрии. Он оказался у владения Эрика. Эрик хотел сразу же его убить, и на этом настаивала его жена Гунхельд. Но Аренбьорну, другу Эгелю, удалось добиться от срочки до утра. Собственно, мысль искупить вину и сложить панегирик принадлежит именно Аренбьорну, который обращается к Эрику и Гунхельд с просьбой Нювэть Эбелем. Эгель, он говорит так. Если Эгель оскорбил Кунунга, то пусть он искупит эту хвалебную песню, которая останется навсегда. То есть, вот мне кажется, что в этой фразе можно видеть указание на такую комморативную или мемориальную функцию стихов Эгеля. Посмотрим дальше. Если Конунгу Аренбьорну напоминает, что при помощи поэзии ему будет обеспечена вечная слава, то есть комморативная функция будет тут исполнена, то самому Эгелю он рассказывает о родиче Браге, первом скальде, имя которого сохранила традиция. Он говорит так. «Я советую тебе не спать ночью, сочинить хвалебную песню Конунгу Эрику». Так же поступил Браге мой родич, когда вызвал гнев шведского Конунга Бьорна. Он тогда сочинил ему в одну ночь хвалебную песню «20 виз», а за это ему была дарована жизнь. Упоминание Браге как о создателе стихов, сочиненных ради спасения жизни, возможно, говорит о том, что существовала традиция сочинения сальвационных скальдических панагириков. То есть, вот вторая функция здесь, сальвационная функция этих скальдических стихов, тоже налицо, коммуникации пока не видно. Однако до Эгеля ни сами стихи, ни упоминания о них не сохранилось. Песнь Браги до нас не дошла, а вот поэма, сочиненная Эгелем, наоборот, сохранилась. Она стоит из 20 строк. Строк датируется серединой X века, очевидно, до 954 года, когда умер Эрик Кровавая Секира. И названа в одной из рукописей «Выкупом головы» Хоффет Лаусен, вот мы это все знаем. Эгель сочиняет ее следуя совету друга и вопреки своему желанию. Об этом сага говорит совершенно однозначно. Создатель саги воздерживается от комментариев по поводу содержания песни Эгеля и упоминает только о реакции Конанга на ее исполнение. Пока Эгель говорил свою песнь, Эрик сидел выпрямившись и пристально смотрел на него. А когда песня закончилась, Конанг сказал, песнь исполнена превосходно, исполнена превосходно. А дальше я решил теперь, Аренбюр, как поступить с Эгелем, ты так горячо защищал его, что хотел даже стать мне врагом. Пусть будет по-твоему, пусть Эгель уйдет от меня целый и невредимый. Неизвестно, что имел в виду Эрик, говоря о хорошем исполнении песни, но умалчивая о ее содержании. Возможно, от него не укрылась стереотипность похвал Скальда, обошедшегося без упоминаний о личном добродетелях Конанга или его подвигах. Хотя речь идет о поступках Эрика, которые должны симптоматически снять с тобой в доблестях, ни одного конкретного события жизни адресата не называется. В перечне Эгеля перечисляется стандартный набор традиционных эталонных доблестных поступков, таких как, например, «Предлагал волкам трупы Эрик на море» или «Большинство мужей слышали, в каких битвах бился Конанг, а Видрил, то есть Один, видел, где лежали павшие» или «Ломает огонь плеча», то есть золото, податель золота. Очевидно, эти поступки сами по себе должны были свидетельствовать о храбрости и щедрости прославляемого. Возможно, сам факт сочинения песни, именуемой хвалебной, делал ее адресата обладателем славы. Начальные строки выкупа головы, строфы, отличаются от традиционных вступлений к хвалебным песням. Вот вы сейчас видите первую строфу. Скальт не ограничивается просьбой предоставить ему слово, но дает как бы оценку собственной поэзии с самого начала, называя ее хвалой. Я приплыл на запад по морю, но с собой принес море берега радости. Видрир, то есть песнь Видрир, Один берег радости, Одина грудь. Так обстоят мои дела. Я вел корабль по течению среди льдов. Я погрузил груз хвалы на корму корабля, духа, то есть на грудь. Эйгель намеренно ставит впечатление аудитории, что прибыл к конунгу с заранее сочиненным панегириком. И этому противоречат его собственные слова, связанные Оренбьерном, когда он с неохотой дает согласие на сочинение хвалы. Он говорит, я по правде говоря, совсем не собирался сочинять хвалебную песню конунгу Эйрику. Более того, с первых слов поэмы Скальт говорит не о конунге, которому должна была быть посвящена его хвалебная песня, но заявляет о себе и описывает собственное морское путешествие, проделанное якобы навстречу пославляемому конунгу и по его приглашению. Напомним, что предложение в начале второй страфы «Конунг меня пригласил» – «Бузом Хельмер Лот», противоречит параличному контексту саги, который описывает вражду Скальта с конунгом и отнюдь не приглашение, но кораблекрушение. Введение темы морского плавания Скальта во вступлении к панегирику оттесняет формализованный в поэзии Скальдов зачист «Я прошу внимать мне» – «Хлиот битъем хан». Место, которое ему традиционно принадлежит в первом Хельмерге страфы, в конец второй, начало третьей страфы. О чем говорит смещение акцента с адресата на исполнителя? Можно истолковать это смещение в терминах апояза, как остранение и снятие автоматизированности и формализированности традиционного скальдического зачина. Остранение происходит в результате отступления от основной темы песни – прославления правителя и введения рассказа Скальда о себе, позволяющего направить сальвационную функцию речевого акта на самого сочинителя. Можно предположить, что одно из средств, благодаря которым достигается действенность поэмы Эгеля, состоит в необычной для скальдической поэзии направленности на самого Скальда, а не на объект прославления, то есть не на конунга Эрика. В связи с выкупом головы Эгеля можно высказать предположение о магической действенности поэтической формы. Выкуп головы в первый раз в скальдической практике вводит в употребление сверхформализованный размер, в котором сочетается максимальное число формальных элементов внутри одной строки. В этом размере, называемым рунхентом, впервые в скальдической поэзии применяется не только аллитерация внутренней рифмы, но и конечная рифма. Схема рифмовки здесь охватывает всю четырехстрочную строфу. В нечетных строк употребляется мужская рифма, а в четных – женская. В рунхенте версификационное мастерство Скальда направлено на наименее симеологичную область обогащения строки звуковыми повторами. Чем более насыщенной созвучиями оказывала строка, тем более действенным, очевидно, полагался размер. Солюционные функции поэма Эгеля, вероятно, обусловлены как необычной для хвалебной песни темантикой направленности на самого исполнителя, так и новаторской формой употребления сверхформализованного размера, впервые основанной на конечной рифме. Солюционные стихи Эгеля содержат не только консультативные утверждения, такие как «Я приплыл на запад по морю», «Я пришел», но и перформативные, которые не описывают действия, но равносильные осуществлению действия. «Я приношу мед Одина к столу англов», то есть «Я исполняю хвалебную песнь». Акт исполнения песни заключает в себе действие, то есть прославление конунга. Я, конечно, прославляю его, я прошу его внимать мне, так как я сложил песню. В стихах Эгеля присутствует характерная для перформатива семантика. Они автореферентны, то есть называют совершающееся речевое действие. Из своего прикрытия смеха, то есть из груди, «Я приношу хвалу перед правителем». «Я исполняю хвалебную песню». Более того, они автономинативны, то есть они называют самого скальду в прямых речевых актах. «Я приношу хвалу», «Я приношу мед Одина». Они эквитемпоральны, то есть во время совершения речевого акта, то есть в момент речи, совпадают в них со временем действия. Формулы Эгеля сближаются с перформативными структурно, в них употребляются глаголы в первом лице единственного числа настоящего времени действительного залога. «Я приношу мед поэзии», «Я прославляю», «Я прошу внимать». Перформативные стихи Эгеля создают необычную коммуникативную ситуацию и имеют строго функциональную направленность. Они наделены целевым заданием, ориентированы на одного адресата, исполняющего властную функцию, и служат, ну, как бы, манипулированием его ментальным состоянием и поведением. Коммуникативная цель Эгеля стоят то, чтобы оказать воздействие на Конунга, заставив его произвести смысловую интерпретацию песни как валебной, а затем и определенное действие даровать спасение Скальду. Выступая как словесные действия, перформативы, стихи Эгеля неверифицируемые, то есть не могут быть оценены с точки зрения истинности или ложности. Этот вопрос, который многократно обсуждался исследователями, отмечавшими противоречию утверждений, высказанных в стихах в прозаическом тексте саги. Успешность, удачность языковых действий Скальда изначально задана самим коммуникативно-прагматическим пространством, в рамках которого должна быть обеспечена реализация перформатива. Сальвационная действия с выкупой головы Эгеля достигается благодаря исследованию перформативных формул, основанной областруктурированной формы, сверхформализованного в размер рунхенд, возможно, изобретенного самим Скальдом для этой поэмы, и необычной семантикой, то есть направленности поэтического акта не на адресата, но на самого создателя поэмы. Итак, функции, которые я перечислил в связи с выкупой головы, вот можно назвать, обозначить как коммеморативные, сальвационные, ну, может быть, даже отчасти магические, но вот коммуникативные функции здесь, как мне кажется, тоже дефектно, недостаточно. Разновидностью скальдических панегириков считают также и щитовые драпы, к которым обычно относят драпу о Рагнаре, предложительно конец IX века, приписываем Браге Боддасону, Хауслонг, песня «Дневной осень», это конец IX-начал X века, создателем которой считается Тьодольф из Хвинера, и «Домовую драпу» или «Хвалебную песню о доме», хус драпа, конец X века, авторство которой ассоциируется с Сульвом Угасоном. Драпу о Рагнаре и Хауслонг принято называть щитовыми драпами, следуя взглядам ученых XIX-XX века, которые рассматривают скальдические песни как вербальный аналог к изображениям на щите. У меня есть очень длинная история и вопрос о щитовых драпах, но совершенно нет времени о ней говорить. О них очень много писали, и писала, в частности, «Фуг де Санг» совсем недавно. Но вот я прошу прощения, что я это опускаю. Вместо этого я хочу обратиться к единственному описанию обстоятельств сочетания щитовой драпы, тоже из саги об Эгеле, в которой говорится как раз о том, как Эйнер Звон Весов, о котором я только что упоминала, навестил Эгель, не создал его дома, но оставил ему в подарок щит. Обнаружив нежданный дар, на котором были рисунки из древних сказаний, а между рисунками золотые блестки и драгоценные камни, так сказано в саге об Эгеле, Эгель хочет догнать и убить Эйнера, чтобы не сочинять хвалебную песню в его честь. Реакцию героя саги обычно объясняют тем, что от него требуется ответ на подарок, то есть щитовая драпа. Создатель саги изображает поэтический ответ Скальда, ну, более ценным, чем сам подарок, которому, надо сказать, уготована печальная участь. Подаренный герою щит портится, упав в бочку с кислым молоком. Эгелю приходится сочинить щитовую драпу в честь Эйнера, однако в саге приводится лишь ее первая строфа. Вот мы тоже ее сейчас видим на экране. Пора прославить подаренную мне светлую ограду кораблей, то есть щит, который я получил. Дар раздавателя сокровищ, то есть Эйнера, достался домой мне в руки. Я, не теряя хватки узды Глаума, коня, земли, гюльва, морского конунга, то есть конь моря, то есть корабль, карлика. Ну, понятно, что карлики это фиалор и гиалор, которые владеют поэтическим медом. Слушайте мои слова. То есть, вот в этой единственной сохранившейся строфе из щитовой драпы Скаль сообщает о своем намерении прославить щит в холебной песне, употребляет три кеннинга, щита, поэзии и мужа и заключает строфу, обращенном к аудитории домочадцам выслушать его песнь. Ни о самом щите, ни о тех рисунках, которые на нем изображены, в строфе из саги Абегель не говорится ничего, если не считать одного кеннинга светлой ограды кораблей. Мне очень хотелось бы подробно рассказать о драпе о Рагнаре и о драпе Хаусланг Теодоле Вахвинского. Ну, домовая драпа тоже очень интересна у Ольвы Угасона, но у меня совсем нет для этого времени, а я тогда вместо этого очень коротко обозначу то, что можно бы считать коммуникативностью, ну, хотя бы вот в драпе о Рагнаре. Во-первых, в драпе о Рагнаре есть намек на диалогичность. Там есть загадочное обращение к неизвестному Хравенкетелю, возможно, гонцу, который обещал запомнить сочиненные скальдом драпа для того, чтобы передать ее своему господину. Хочешь, Хравенкетель, слушать, как я стану восславлять щит? То есть какой-то намек на коммуникативность вот в этом обращении к Хравенкетелю может быть можно видеть. Тем не менее, трудно реконструировать отношение дара обмена, которое устанавливается между сочинителем, слушателем Хравенкетелем и отсутствующим правителем Рагнаром вот в этой драпе. Снори комментирует страфу, предваряя ее Кеннингом щита и приписывая создание Браги. Лист подошв Хрунгнера, как сказал Браги. Комментарий Снори дает ключ к пониманию страфы, подсказывая читателю мифологическую аллюзию на легенду о битве Йотана Хрунгнера с Тором, перед которой великан стоял на щите, так как ожидал нападения Тора из-под земли. Страфа, приписанной Браги, известна казновой из-за 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 поэзии. Рагнер, которому посвящена хвалебная песня, упоминается не только в сказательном обозначении знаменитый Син Сыгурда, но и в припеве Стеви. Рагнер дал мне луну по воске ре, то есть щит и много сказаний. То есть жанровая атрибуция всей драмы, драпы созвисит только от этой единственной строки, в которой лишь сообщается об акте дарения. Рагнер дал мне щит и много сказаний. Однако не утверждается, что сказания были изображены на этом щите. Ни Рагнер, ни подаренный им щит в песне не прославляются, если не считать имплицитной хвалы щита употребления семи кеннингов, обозначающих щит. Можно высказать неочевидное предположение о том, что скопление обозначения щита позволяет рассматривать драпу о Рагнере как своеобразное хранилище кеннингов, в котором даются примеры их употребления, возможно, для обучения других скальдов. Напомним о том, что младший Эда представляет собой учебник скальдического мастерства. Запоминание кеннингов возможно облегчалось благодаря поэтической скальдической форме щитовой драпы. Усвоению семантики способствует изложение мифологического сказания в прозаическом тексте обрамляющем драпу. Кеннинги щита или битвы непогоды или буранах яднингов, оружие огня и буранах яднингов, в связи с которым предсказывается миф о битве Хедзина и Хэгни и цитируется четыре с половиной страфы песни о Рагнере, кеннинги кольчуг одежды и платья Хамдера и Сэрли, для иллюстрации которых приводится миф как представляется в идеально подходящий контекст мифологических преданий, мотивирующих их создание и использование. Создается впечатление, что искусно организованная песня, в которой отдельные сцены из мифологических сказаний обыгрываются при помощи многочисленных кеннингов, а в драпе о Рагнере их около пятидесяти на тридцать полуструв, сочинена именно ради сохранения кеннингов в их мифологическом контексте. Неудивительно, что Смори приписывается сочинение этой песни, мотивирующей семантикой кеннингов и издающей поэтический контекст для их употребления самому первому скальду, известному нам по имени, который знаменательно совпадает с именем бога поэзии. Поминальные стихи. Да, вот функции я тут, по-моему, написала. Да, функции возмещения на полученный щит и так далее. Возможно, передавали зрительные впечатления скальдов, а возможно, и служили хранилищем кеннингов. Поминальные стихи. Ну, я привела пример из не самой известной поминальной песни. Самая известная поминальная песня, это, конечно, «Утрата сыновей», «Сонна Торек», «Эггель», «Скалла Гримсона». А я привела пример из поминальной песни «О болве трюк» «Во сонна Хальфреда» «Прежде мир и небеса расколятся надвое, чем родится благородный муж, припев, он был лучшим из людей, достоинство «Обный радостным духом олову», «Чистый Христос да хранит душу мудрого конга над землями», который, на самом деле, не вполне типично для поминальных стихов, не вполне типично для скальдической вообще поэзии, потому что здесь нет кеннингов. Вот, есть вот переплетение предложений, а кеннингов нет ни одного. Есть вот этот вот знаменитый пример «Один Атон», вот что-то такое, что явно невозможно, не может произойти для того, чтобы подчеркнуть невозможность того происшествия, того события, того мотива, если так можно сказать, который упоминается, который оказывается центральным в висе, в строфе, то есть не может родиться более благородный муж, чем Олаф. Но, конечно, да, и вот функция упоминальных стихов, она мемориальная, это увековечивание памяти о подвигах, но одновременно с этим и жизнеутверждающая роль, то есть связанная действительно с обновлением, с какой-то еще силой. И вот эта жизнеутверждающая роль, она очень жизнеутверждающая функция, она очень заметна в утрате сыновей Эгеля Скалла Гримсона. Здесь Эгель, с одной стороны, непосредственно выражает свои чувства, он говорит о своей гнетущей тоске, о жестоком для, о том, что для него было жестоким, о том, что ран с ним обошлась тоже очень жестоко, о том, что вот сын его утонул, очень тяжело найти, он говорит, мне тяжело, Эрум Торвельд. Однако, вот объектом прославления оказывается не только сложная поминальная песня, но скорее искусство самого Скальда. И Эгель заключает свою поминальную драпу знаменательной строфой, тоже очень известной. Враг волка, то есть Один, привычный к битве, дал мне одно искусство без изъяна, дар превращать скрытых недругов в открытых врагов. Для Эгеля в горе есть только одно утешение, его поэтический дар. Допуская известное упрощение, можно было бы сказать, что цель сочинения Эгеля состоит в том, чтобы средствами поэзии попытаться справиться с горем. Эгель начинает, говоря, что ему трудно заставить шевелиться свой язык, и мед поэзии нелегко изливается из его груди, и заключает, сейчас мне тяжело, но я радостно, с доброй волей и бесстрашно буду ждать хель, то есть смерть. Исака дополняет, Эгель креп по мере того, как сочинял песни. Ну, возможно, что поминальные песни, восходящие к погребальному ритуалу, который мог включать исполнение скальдического панегирика на поминальном перу, трансформируется в мемориальную, служащую вековечению памяти умершего песни о подвигах объекта прославления и наделенной жизнеутверждающей ролью, связанной с представлением об обновлении жизненной силы рода. В отличие от панегирика здравствующим правителем поминальных песнях скальд мог выразить свои переживания, вызванные кончиной правителю. Это сообщало им лирическую и легическую тональность и сближалось с этическими легиями, эпическими женскими плачами. Выражение индивидуального отношения скальда к прославляемому конунгу обусловливало степень соотношения легичности и панегиричности в поминальной песне. Как известно, вся сохранившаяся поминальная поэзия, это прежде всего поэзия хвалебная, ее главная тема, говоря известной словами речей Высокого, единственное, что представление древних германцев оставалось неподвластным смерти, громкое слабо деяние достойных. Я уже превысил свой регламент. Ну, если я как-то уже его начинаю превышать, тогда я очень коротко просто охарактеризую, я, наверное, говорила 10 минут, то есть не 10 минут, а 20, наверное, минут. Я очень коротко просто охарактеризую вот остальные скальдические жанры, хотя жаль о них так как-то вот быстро говорить. Вот генеалогическая песня. Ну, действительно, вот знаменитый перечень ингенгов и перечень халлигов и перечень норвежских конунгов. Вот три этих вот замечательных примера. Вот пример тоже один из самых знаменитых здесь на экране. Ну, функция все-таки едва ли может быть коммуникативной, то есть едва ли главное это сообщить вот о таких-то родичах. Скорее, возможно, вот его свалить родовитость скальда, перечислив его родичей. Ну, очень много писали о перечне ингенгов, я не буду об этом говорить, вот о том, что действительно там говорится о шведских предках норвежского конунга Регнвальда Достославного в третий поколениях и рассказывается о смерти каждого из ингенгов. Вот совсем новые статьи все время появляются оперич лендингов. Ну, вот мемориальная функция все-таки здесь не вызывает сомнения в отличие от коммуникативной, все-таки коммуникативной функции здесь как-то вот, ну, если она есть, то очень ослаблена. Вот, и последние два жанра, которых тоже вот и мне приходилось много писать, это мансон любовная поэзия. Вот опять виса Эгеля. Интересно, что после этой висы Эгель получает в жены вот эту самую Асгерт, о которой здесь рассказывается. Ну, наверное, я не буду об этом подробно говорить, хотя действительно жалко не говорить и жалко действительно вот не рассказать о вот этом приеме о вльёст слишком ясной, но действительно, наверное, времени нет. О магической функции любовной поэзии скальдов, ну, действительно, писали очень много и, может быть, вот действительно имеет смысл как-то вот обратиться к тому, что написано. Вы видите здесь пример, трудно себе представить, что это акт коммуникации. Скорее, это вот действительно констатация ситуации. Вот скальд оказывается без любимой женщины, которую, впрочем, после сочинения этих стихов получает. Ну, и последний, самый яркий пример – это хулительные стихи, это ниды, это вот действительно такие вот стихи, которые сочинены с целью вот действительно нанести максимальный вред, максимальный ущерб и магическая функция этих стихов не вызывает сомнения, но даже из перевода «Да изгонят гады на годы, строги боги, меня отнавшие, но дой ноши судна» Исага всегда рассказывает о выполнении вот этой вот угрозы скальда именно изгнанием вот Эрика, кровавой секира и его жены Гунхельд. Ну вот, если я убедила вас в том, что касается всех жанров скальдов, о которых я говорила, то вот остается еще два жанра, где, может быть, коммуникативная функция более возможна, чем в тех, о которых я говорила, а именно это отдельные висы и вот такие вот эти нарарии, ну вот действительно вот как висы о поездке на восток. Но и здесь все не так просто. Вот в отдельной висе, которую я тут привела из саги об Эгеле, функции ее тоже очень интересны. Вот паразитический комментарий саги говорит, что Эгель расспрашивал, где бы им добыть добра, а Айке сказал, что вот есть Лунд, большой город, и там можно ожидать богатой добычи, но горожане могут оказать сопротивление. И они как бы колеблются, нападать на Лунд или нет. Вот голоса разделились, одни были за нападение, другие против. Тогда решили поступить так, как скажет предводитель, а Торев был за нападение. Спросили также Эгеля, а Эгель ответил висой. Вот он ответил, пусть мечи сверкают, мы порой летний, подвигов немало, совершим и так далее. И дальше вот комментарий. Тогда все снарядились корабли и направились к Лунду, его тут не видно здесь. Коммуникативная ли функция вот этой висы Эгеля? Вот мне представляется, что нет. Мне кажется, что эта функция скорее можно описать как какая-то побудительная функция. Ну вот как такое подстрекательство, что ли, я не знаю. Во всяком случае, судя по паразитическому контексту, это предположение возможно. В том, что касается вис о поездке на восток, да, возможно, здесь есть элементы коммуникативной функции, то есть какое-то сообщение информации. Но вот в частности вот та строфа, которую сейчас я привела, мне кажется, что скорее это тоже не коммуникация, а вот Ирина Алексеевна Кучерова предположила, что эта функция как бы пародии, вот что Эгель как бы пародирует этот жанр и тенорариев. Трудно определить, есть ли здесь действительно пародия или нет, может быть и есть, но то, что функция вис о поездке на восток не может быть сведена к коммуникации, для меня мне кажется несомненным. Итак, вывод, который я делаю из своего доклада, очень краткий. Мне жаль, что мне не удалось более подробно рассказать о магической функции, связанной с нидами и с любовной поэзией, но мне кажется, что даже очень осторожно можно сказать, что коммуникативные функции поэзии скальдов или коммуникативные функции скальдических жанров весьма ослаблены, а доминируют совсем другие функции или коммуникативные, или сальвационные, или магические, но не коммуникация. То есть цель поэзии скальдов не в том, чтобы сообщить информацию. форма скальдической поэзии не способствует передаче коммуникации. Кеннинги, безусловно, способствуют коммуникативной недостаточности. Вот такая гипертрофированная форма, метрика, где каждый слог включается в звуковые повторы, тоже не способствует коммуникации, но и затрудняет коммуникацию синтаксическое строение скальдической висы, а именно переплетение предложений или разрыв частей слов Мессис, который в скальдической поэзии составляет одну из характерных ее черт. Спасибо за внимание, простите, если я превысила свой регламент. Есть ли какие-то вопросы ко мне или возражения, потому что, вот может быть, у Леонны Александровны есть возражения, может быть, все-таки я не убедила в том, что коммуникация не определяет, не может быть определяющей чертой поэзии скальда. Ниночка, наоборот, очень убедили, спасибо огромное, но это и так как-то где-то подразумевалось, что это очевидно, так что, когда мы все вместе оппонировали диссертацию про коммуникативную функцию скальдической поэзии, это было оскорбительно. Мне кажется, что вы настолько четко, жестко, твердо, грамотно вот это все нам сейчас показали, просто нельзя ничего не спрашивать, не возражать, спасибо огромное, что вы все это в очередной раз сложили вместе и так преподнесли красиво. Вот в этой диссертации это еще казалось самоочевидным, то есть я помню, там было утверждение о том, что коммуникативная функция поэзии скальдов, она самоочевидна, то есть с этим нельзя спорить, но она совсем не самая очевидна и спорить с этим как раз, как мне кажется, можно. То есть если даже она присутствует, она максимально ослаблена. Вот, спасибо. Инна Геральдовна, большое спасибо за доклад, вы меня убедили совершенно, хотя, конечно, в каких-то случаях все-таки мне кажется, что коммуникативная функция присутствует наряду с другими функциями, но во всяком случае, конечно, в первую очередь скандическая поэзия не направлена на передачу информации, с этим я совершенно согласна. Так что спасибо большое за доклад, очень так четко были выделены вот эти основные возможности целей сочинения скальдических стихов. Спасибо большое. Спасибо большое вам и спасибо всем, кто слушал мой доклад и вот действительно, кто на него отреагировал. Я очень рада, что мне удалось убедить, он такой действительно несколько полемический, но вот мне хотелось все-таки какое-то последнее слово сказать в этой затянувшейся какой-то вот такой вот оппонентской какой-то такой истории хотелось как-то вот уже просто вбить последний гвоздь, поставить такую точку и чтобы уже больше к этому не обращаться. Вот, спасибо. Я тогда передаю слово Тимофею Валентиновичу, да, вот он здесь у нас с нами. Тимофей Валентинович, вы готовы сделать? Спасибо.